Это полностью под санкцией насос двойного назначения Корнелла. Американцы полностью обназавшиеся под санкцией. То есть дорабатываем остатки и надеемся, что в этом году мы им позаместим по программе. Новое оборудование по переработке и утилизации отходов в сельском хозяйстве на одном из Одинцовских предприятий осмотрел глава муниципалитета Андрей Иванов. В 2022 году эта компания получила субсидию из бюджета округа и Московской области. За счет этого были приобретены новые станки и инструменты. Всего здесь трудится 120 человек, из которых больше половины – инженерный состав. У нас очень сильно расширился штат конструкторов. Уже технологических конструкторов 12 человек. Технологов 4 человека, планируют еще 2. То есть мы занимаемся как раз доработкой, оптимизацией комплектующих конструкций под российские аналоги, под российские комплектующие. На этом останавливаться не планируют. Компания будет расширять производство на нашей территории. Уже разработан план проекта нового комплекса. Нам нужен производственный комплекс, здание помещения от 3,5 до 10-15 тысяч квадратных метров. То есть у нас направление импортозамещения. То есть мы плотно работаем и с агентством по технологическому развитию, и с Минпромторгом по программам 16-49, и работаем с ведомствами МЧС. То есть готовим, производим оборудование, технику. Такие предприятия обязательно необходимо поддерживать, считает Андрей Иванов. Их развитие и расширение положительно влияют на экономику округа в целом. Они дают качественные рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.